Нитикерт – царица Древнего Египта, последняя правительница Виа-династии всего периода Древнего Царства. Считается, что Нитикерт была первой женщиной-правителем Древнего Египта и первой женщиной-регентом в мировой истории. Имя Ниткерт встречается в истории Геродота и сочинениях Манифона. Согласно Геродоту, она получила власть над страной после того, как заговорщики убили ее брата Фараона. Чтобы отомстить им, царица заманила убийц в подземные покои своего дворца. Во время пира она велела запереть гостей через большой потайной канал впустить в покой воды Нила. Расправившись со своими врагами, она покончила с собой. Манифон, в свою очередь, приписывал Нитокрис сооружение Третьей пирамиды в Гизе, которая на самом деле была воздвигнута при фараоне Менкаура. Современные исследователи полагают, что реальная Нитикерт была одним из наследников древнеегипетского трона в период Смуты, наступившей после 94-летнего правления фараона Пепи-2. Как и ее предшественник Меринра-2, она не смогла удержать ситуацию в своих руках и, возможно, была свергнута. Однако Нитокрис не упоминается ни в одном древнеегипетском источнике, поэтому в ее историчности отдельные египтологи сомневаются. Считая ее вымышленным персонажем, долгое время считалось, что имя этой царицы фигурирует в туринском списке фараонов под именем Нитикрити. Однако новейший микроскопический анализ фрагмента Папируса с именем Нитикрити показал, что хотя это имя и относится к списку правителей Виа-династии, но, скорее всего, является лишь неправильной транскрипцией тронного имени мужчины фараона по имени Ниджар Карасиптахи. Названного в обидорском списке фараонов наследником фараона Мерин Ренем Тиомс Афа-2, Манифон утверждает, что Нитокрис правила 12 лет. Популярная культура в опере Террады Лиса Сизострис, жена фараона, Говард Лавкрафт изображал Нитокрис как повелительницу восставших мертвецов и шагающих мумий, поныне пребывающих в коридорах под пирамидой Хеопса. Первый опубликованный рассказ Теннесси Уильямса «Месь Нитокрис» был посвящен пересказанной Геродотам легенде. Нитокрис в качестве жены фараона Мерин Радва фигурирует в романе египетского писателя Нагиба Махфуза «Радописно-убийское».